Сегодня в одной из школ Мурманска была объявлена тревога. В подвале нашли две современные мины. В перечне инвентаря они не значились. Как смертельно опасные предметы попали в образовательное заведение. И благодаря чему, наконец, были обнаружены, выяснила Дарья Монастырева. В 33-й школе шел четвертый урок, когда учителя начали эвакуировать детей. Как оказалось, это была не пожарная учебная тревога. За несколько минут до этого в подвале нашли вот такие две противотанковые мины. Просто нас вывели из кабинетов и повели, сказали, что учебная или неучебная тревога. Говорили, что сейчас надо выйти. Да, бежать. Вы не бежали, вышли. Как все нормальные телевизионные люди. Мины обнаружил новый школьный завхоз в подсобке под грудой противогазов. В перечне имущества они не значились, поэтому сразу вызвали полицию. На место приехал ОМОН и кинологи с собаками. Мины оказались учебными. Их военная часть подарила школе для уроков ОБЖ в придачу к противогазам. Видимо, так они и не пригодились. Человек принимает имущество недолжным образом. Расписался и пошел. Потом через полгода он вспомнил, что у него есть имущество. Пошел вниз. Начал рассматривать. Нашел мины. В администрации школы наказывать своего сотрудника за халатность не намерены. Наоборот, внимательность совхоза оказалась эффективнее чутья обученной собаке. Тот сотрудник, который обнаружил вот это оборудование, он не принимал его. Это вновь назначенный сотрудник, который приступил к своим обязанностям в августе, 22 августа этого учебного года. Вот я думаю, что есть смысл задать вопрос тем сотрудникам, которые проводили проверку 23 августа с применением розыскной собаки и не обнаружили. Позже школьников вернули на уроки. А вот мины остались лежать в подсобке. Оказалось, учебный инвентарь никому не нужен. Ни учителю ОБЖ, ни завхозу, ни полиции. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!